Диаграммы. Если честно, я не уверена, что вы будете создавать диаграммы именно в программе Adobe Illustrator. Скорее всего, вы скопируете из программы Excel, но все же здесь есть некоторые нюансы, которые хотелось бы вам показать. Диаграммы нескольких видов вы создаете следующим образом. Берете любой инструмент для создания диаграммы, рисуете прямоугольную область, отпускаете левую кнопку мыши и появляется вот такое диалоговое окно для ввода каких-то данных. Допустим, 12 тысяч чего-то в одном столбце, во втором столбце еще больше, 35 тысяч, я набираю просто данные. В третьем столбце поменьше и так далее. И чтобы закрепить все это в виде диаграммы, мы нажимаем Apply галочку. Можно смело после этого закрыть. Это группа, и у этой группы нет рамки трансформации. Пусть вас это не смущает уменьшить, увеличить строго с помощью Scale, не с помощью первой черной стрелки. С помощью Scale, пожалуйста, можете масштабировать эту диаграмму. Изменить что-то. Как правило, через правый клик вы заходите в Данные. Дата. Данные. И здесь, пожалуйста, еще один столбец можете добавить. И сколько угодно. Все это моментально редактируется через правый клик Данные, или через Object, Graph, самая последняя строка, и здесь 5 команд находятся. Либо правый клик, либо этот путь. Тип тоже можете менять в любое время. Абсолютно разные виды, разные такие вот элементы. Все это возможно. Диаграмму можно редактировать по цветам с помощью Group Selection. Group Selection. Щелчок по пустоте. Выделяете любой столбец и работаете с ним, и выбираете любые цвета и оттенки. Еще очень интересно, что можно добавить элементы дизайна. Здесь уже что-то есть. New Design. Элементы дизайна можно сюда добавить, и чуть позже их применить к этим столбцам. Как в вашей методичке все это описывается. Элементы вы можете сами нарисовать. Также вы можете взять, допустим, из символов. Допустим, вот такой элемент. Я выделяю. Иду в главное меню Object, Graph, и выбираю команду Design. New Design. Дизайн номер 1. Ренея, пусть это будет номер 1. Ок. И чтобы применить дизайн номер 1 к столбцам, я уже через правый клик, либо Object, Graph, выбираю команду Column. Колонки. Пожалуйста, вот эту единичку применю. Вертикальное растягивание, скорее всего. Вот такое вертикальное растягивание. То есть в иллюстраторе есть такие нюансы, которые довольно интересно будут смотреться. Растягивание, бесформенное растягивание, повторение. Боюсь, потому что довольно такая капризная команда. Пожалуйста, любой способ растягивания вы можете выбирать. Если вы сделали диаграмму, допустим, другой формы, я сейчас попытаюсь. Ну, пусть будет что-то такое. Можно тоже без разгруппирования выбрать, допустим, какие-то части, части, гроб с элекшеном, и им задать уже какие-то 3D эффекты. Давайте посмотрим. Чуть-чуть отодвину друг от друга. Диаграмма не перестает быть диаграммой. Она перестает быть диаграммой, когда вы разгруппируете. Я выделяю всю эту красоту, и хочется уже работать с какими-то эффектами. Эффект 3D экструзия, допустим. Можно поворачивать, обводки там я зря не убрала, сейчас уберу. То есть это такая вот свободная работа с функциями Adobe Illustrator. Любые функции, любые элементы могут попасть как элементы дизайна на эти колонки. Иногда хочется создать такую диаграмму, где и данные видны, и в то же время год, даты какие-то. Чтобы создать такую диаграмму, вам надо работать немножко по-другому. Я создаю новую страницу, рисую любым инструментом диаграммы, хотя бы первым, прямоугольник. И, внимание, первую ячейку я оставляю пустой. Первую ячейку я оставляю пустой. Вторую сверху ячейку я заполняю датой, то есть год хочу набрать. 2000, допустим, 14. Но дело в том, что любое значение превращается в такое число, запятой и так далее. Чтобы год выглядел именно как год, а не какое-то число, мы должны набрать в кавычках. В кавычках 2015, в кавычках 2016 и так далее. Иначе это будет выглядеть как число. Ой, какой-то непонятный год. Вот так вот. Еще раз. 2016. И уже напротив, уже вторая ячейка слева, здесь уже любые данные вы набираете. Пожалуйста. Здесь уже числа нам нужны. Галочкой закрепляем. Пожалуйста, внизу год, а слева уже какие-то данные. Чтобы эти данные были видны и на столбцах тоже, вы можете такой элемент дизайна создать. Это обычный текст, где вы набираете процент и два ноля на любом фоне. Абсолютно на любом фоне. Я сейчас фон просто поменяю. И на этом фоне процент и два ноля превращаете в элемент дизайна. Дизайн. Пожалуйста. И new design пусть будет. Rename. А там пусть будет новый. Просто так назову. Окей. И к этому, к этой диаграмме уже применяю вот этот новый дизайн. Пожалуйста. Чтобы не было растягивания, я сейчас выберу другой способ. Column. Вот такой способ. Ох как. Пропорционально слишком. Давайте-ка тогда возьмем повторение. Угу, не хочет слишком сложное. Слишком сложная фигура. Слайдинг тогда. Вот так. То есть, чтобы эти значения были на столбцах тоже, вам всего-навсего. Текст надо набрать. Процент и два ноля. Попробуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...